ребята всем привет вы на канале в гостях у андрюхи у андрюхи сгорел шуруповерт там все писали мне в комментариях то что я бурил на 2 скорости да я бурил его то есть я данный шуруповерт его добивал можем так сказать я пробурил 6 лунок на первой скорости и он у меня начал уже задымляться оправдываться не собираюсь как есть так и есть потом я переключил на вторую скорость подумал что так будет получше в итоге я его добил данный шуруповерт и вот еще раз говорю то что поступило предложение разобрать данный шуруповерт и что же в нем перри горела и что там вообще сгорела так вот такой вот набор отверточек вот такой вот для дома для хозяйства где-то подвинтить подкрутить в самый раз вот они такие вот можно так их подкручивать без этой насадки вот такие вот отверточки до 1000 вольт навряд ли а так где-то подлезть розетку подкрутить лампочку там еще чет выключатель для дома пойдет стоимость у меня была этого набора 350 рублей как то так но давайте приступим к разборке нашего шурика шурика шмурика который у нас сгорел начнем мы вот с данной задней крышки раскручиваем запах стоит неимоверный вообще просто капец полный это что-то так раскручиваем так вот так 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 рак так 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 ренден ребята давайте-ка поговорим так прокомментируйте как вы справились свой новый год на работе в поездке дома кругу семьи так может быть с друзьями вот такая вот крышечка позади дальше имеется шайбочка подшипничек так вот что планируете на праздниках делать вообще как вы будете проводить свои праздники отдыхать все 10 дней у нас ведь получается с 31 числа по 9 включительно праздники выходные так что народ отдыхает народ гуляет вот такие вот дела праздники ну и гулянки все вроде бы запрет запрет запретили гулять ну и чё тут дома кто-то организовал с выездом на природу кто-то новый год на рыбалке есть такое дело то что новый год справляют на рыбалке вот тоже хорошее дело с друзьями на рыбалку поехать половить рыбки для ухи штук пять-шесть рыбок хватит уху сделали новый год справили еще фейерверк на льду забабахали это вообще класс тогда полный обалденный вот так что 2022 год год тигра у нас тигр тигр водный тигр или какой он там тигр так тут еще теперь на везде одни винтики винтиков столько корпус вроде бы с виду ничего хороший нормальный винтовертный вот но этих винтиков да очень-очень много даже сюда не достаю с другую отвертку попробовать залезть вот эту тоненькой может быть отлезла вот видите даже тоненькой шлицевый то есть плоской отверткой минусовой можно тоже подлезть чем мы сейчас разберем такого нехорошего что у нас он так так скажем накрылся из-за чего но из-за перегруза это по-любому так и так перегруз у него случился вот опа вылетаем винтики тут все одинаковые полностью и по размеру и по резьбе так что когда закручивать будете не ошибетесь просто напросто да чё замудряться давай все одинаковые забабахаем да и все все будет нормально вот так еще здесь четыре надо отвинтить в охота вообще капец ладно отвинтим чтоб не было никаких заморочек да свет правда работает нормально все лампочка то светодиодная которая здесь возле аккумулятора имеется она работает но брать его чисто ради подсветки тоже ничего такого не нужно патрон грубо говоря запчасть корпус запчасть ну к примеру я так говорю потому что сейчас 2 придет продавец отписался то что выслал я тебе жди отвертку ну вот этот данный шуруповерт без аккумулятора без ничего чисто такую тушку он мне просто выслал переписывались туда-сюда официальный магазин официальный партнер все у них как бы по-честному ну и как бы вот так вот вот если кто так по честному да вот у меня спрашивал размер шпинделя вот это вот здесь получается 1 на 16 размеров получается от двух миллиметров сверло вставляется до 13 миллиметров так все винтики вроде бы я раскрутил так давайте его теперь разберем ох он еще тут на клею что так вроде бы все правильно с этой стороны надо поддевать короче его сейчас возьмем толстую отверточку походу здесь все приклеены что ли это непонятно они приклеены это он прижарился вообще как капец для ломать так ломать короче чё блин уже молиться на него что ли все винтики откручены все вроде откручены все давайте короче прижарился капец вы дали покорный бабой короче плита нифигасе прижарился как это полный трендец а тут охладительная плита в сантиметр толстая короче нормальная смотрите аж как прикипел вообще полный трендец сейчас мы разберем падла гад эдакий вообще полностью далее да а я просто выковыриваю вся вот эту тут резина смазка клей прикиньте как он у меня зафигачился да это полный трендец это надо же такому случится вот это да вот это вот тут конденсатор батарейка здесь все нормально здесь ничего не поплавилось вот это вот регулирующая пластина видите она тоже как бы ну рабочие все полностью прям я же говорю это запчасти грубо говоря запчасти у меня сейчас остались сейчас я его вот это вот разберу и перед и включусь чтобы не затягивать так чтобы разобрать шпиндель нам нужно вот данный саморезик который имеется внутри крутить выкручивать то есть по часовой стрелке мы его выкручиваем 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 опа вылетел вот такой короче тут саморезик дальше здесь вот у нас имеется шпинделек чтобы его высвободить нам нужно далее короче берем шестигранник вот такой вот вставляем закручиваем патрончик патрончик вот так вот закручиваем всего закрутили вот так вот патрончик и вот так вот против часовой стрелки нужно просто ударить по шестиграннику и он можно колотушечкой деревянный там молоточек или чем чем-нибудь и он открутится то есть винт внутренний мы откручиваем по часовой стрелке сам шпиндель мы откручиваем против часовой стрелки вот такая вот есть у меня гантелька мы ее просто-напросто должны вот так вот тюкнуть что-то не тюкается на первой скорость стоит нужно резко ударить час короче ребята приложил я усилия и вот данный шпинделек у меня открутился не ударом а чуть-чуть сильным нажатием короче чуть-чуть нажал и вот патрончик вот такой вот у нас открученный у давайте разбирать дальше разбираем здесь вот пужинки такие то есть данные пружинки они действуют на отбойник то есть здесь есть функция отбойника вот они на это действует так скажем так вот уже разобрались дальше дальше разбираем короче если вам всем видно смотрите как запеклась обмотка это до какой степени нужно было так зафигачиться видите да это полный капец а вся нам сгорела просто наброс напрочь короче пытаясь разобрать дальше маю короче еще одну часть она пластиковая переключатель вот этот скоростей тут всяких на режимы долбления сверления и саморезы крутить капец полный разбираем дальше так дальше вот под этой крышкой которую мне пришлось сломать находится переключатель режимов 1 скорость 2 скорость ставит кнопочки короче так дальше расколупливаем его дальше короче вообще он полностью тут вскипел вот он переключатель 1 2 скорость и вот здесь вот так вот щелкает и переключается чик 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 короче вот так вот чик чик полный думал что корпус мне пойдет на запчасти оказывается тут вообще ничего никуда не идет если китайский шуруповерт сгорает все отвалился капец значит он сгорает полностью хух ты так смотрим идет ли тут восстановлению что-то я думаю что здесь восстановление не идет вообще ничего смотрите данный корпус вот так вот был присоединен вот так вот был присоединен и он в итоге с усилием небольшим отвертки бах и отвалился вот этот получается часть редуктора а вот это получается часть двигателя двигатель просто-напросто смотрите какой двигатель видите какой движок движок у нас получается полностью сгорел сгорел так скажем на работе вот да позади имеется вот подшипничек небольшой маленький может быть куда-то применится далее вот этот имеется охладительная пластиковая на пластиковая охладительная это как вентилятор охлаждает вот данную обмотку двигателя так здесь вот еще кусочек у меня остался он прям вообще припаялся он видите вообще до такой степени он просто приклеился это неимоверно что можно взять здесь из запчастей к следующему шуруповерту корпус не берем винтики берем заднюю крышечку берем вот эту можно взять редуктор хороший еще я думаю наверное скорее всего мотор уже точно не берем в моторе даже получается смотрите провода 2 с половиной квадрата два с половиной квадрата провода да вот они провода два с половиной квадрата но они даже смотрите в терлись как то есть я их сейчас вот когда разбирал они уже были в терты видите может быть конечно скорее всего из-за них произошло но они перри тертые провода смотрите и сам движок какой движок короче вообще полностью полностью сгорел вообще капец блин сгорел как даже здесь смотрите все поплавилась всего расплавилась вообще полный трындец эту обмотку не перемотать ничего по виду движок качественный вообще полностью обалденно шестеренки сзади подшипник плюс тут вентилятор чтобы охлаждать данный движок но когда вот я разбирал смотрите вот эти вот два проводка если я правильно понимаю это получается 0 а это что здесь как бы на управление идет что ли тип того его здесь вот фазный проводок тоже уже начинает как бы перетираться ну вот они вот перетерты когда я разбирал они смотрите перетерты уже более вот если новый шуруповерт придет и его просто разобрать и посмотреть вот эти вот контакты там снять вот эту вот одну верхнюю крышечку просто да если в данном этом шуруповерте в новом тоже также вот такие контакты перетерты то ребята я блин вообще ну как сказать я офигеваю можете наверно скорее всего напрямую прям заснять видео как вы разбираете вот данный шуруповерт и если у вас там контакты в новом шуруповерте вот так вот перетерты отсылайте видос отсылайте фотки и требуйте бабки близ этого продавца короче вот так ну чё плата наверное я думаю рабочая толщина данной платы скорее всего сантиметр плюс контактная группа для подзарядки аккумулятора также здесь вот этот получается подсоединены подсоединены здесь так конденсатор этот плату управления плату управления и вот светодиодный фонарик при замыкании он получается светит короче вот такой вот обзор как сгорел данный движок но видите вот эти два контакта перетерты блин я даже не знаю чего говорить просто не знаю но на данный момент короче это выглядит вот так вот такой шурум-бурум перегорел двигатель полная замена двигателя в интернете искал таких движков я что-то не нашел может плохо искал но восстанавливать я данный шуруповерт не вижу никакого смысла он просто идет на запчасти не более того да по поводу контактов вот чуть у меня даже взяло сомнение разберу новый и если там вот такая фигня блин я этому продавцу покажу подпишусь и скажу чё за фигня ну вот видите перед прям пережатый вот эти вот получается контактики вот они видите контактики два провода то есть контакты говорю два провода и они вот перетерты как-то пережат и понять не могу ну короче вот такая разборка шуруповерта причина сгоревший двигатель а в чем сгорел может быть из-за этих вот перетертых двух проводов но по поводу нагрузки наверное скорее всего но здесь же плата управления стоит вот эту плату управления же правильно она же должна полностью отключать от нагрузки шуруповерт ну короче как так на первой скорости он меня задымился а я уже потом добивала его на второй скорости чего блин жалей что короче вот так обзорчик такой небольшой разбора данного шуруповерта ставим лайки дизлайки комментируем под данным видео разбор на этот шуруповерт не было в интернете мне написали в комментариях я сказал что 1 января будет видос пожалуйста 1 января слова свое держу так что всех с новым годом побольше здоровья и вот по данной вот этой вот фигне не переживайте вообще просто-напросто нифига не переживайте дайте доказательства пускай возвращать новые либо бабки вернут ну короче как так подписываемся на канал новые видосы в новом году всем до свидания до новых встреч пока